ребят если у вас черные пятна вы ненормальный пацан серьезно вас что-то не то ребят всем привет значит сегодня по вашим многочисленным просьбам будем снимать видео про копчение рыбы коптить мы будем скумбрию в принципе знаете для начала нужно сказать что по большому счету рыбы огромное количество и рыбы это не мясо не курица не сало а почти что каждая рыба она любит свою щепу и каждой рыбе есть свой подход конечно ну в общем в общих чертах конечно есть какие-то принципы и так скажем порядок общения рыбы горячим способом я про горячий способ говорю но давайте вот я сейчас задам какую-то базу я сниму видео это буду показывать копчение скумбрии засолку копчение скумбрии кстати вот я не знаю по какой причине не знаю по какой причине у нас в средней полосе имею ввиду огромное количество рек огромное количество озер огромное количество рыбы почти каждый рыбак но все стремятся коптить именно скумбрии то есть морскую рыбу не знаю может быть она дешевая может быть она доступна и давайте приступим разделаем ее и собственно говоря за коптим а пока будет рыба коптиться забегая вперед я вам расскажу вот проект вот тактически фартук передник который я заказывал в вот он снаряжение на вот ну давайте приступать к рыбе а потом уже когда будет время когда будет коптиться мы с вами поговорим по обсуждаем порассуждаем приступаем в принципе что нам нужно нам нужна сама рыбка у рыбки мы отекры выживаем голову она нам совершенно не нужна для нас это мусор вот у меня есть поддон для сбора мусора от рыбки и собственно говоря удаляем все содержимое и брюхо если у вас как у меня стол деревянный очень удобно застилать его встреч пленкой и откладываю рыбу в сторону сейчас пойду просто на умывальник и помою их тоже самое проделаем со всеми остальными рыбинами ну собственно говоря рыбку я промыл сейчас мы ее засаливаем на ночь значит как сделал я рассол из расчета на литр воды три с половиной столовой ложки с хорошей горкой соли и примерно чайную ложку сахара значит помещаем сюда рыбку в этот рассол вот вода у нас уже такая но комнатной температуры стала естественно я ее охладил вот помещаем я сюда рыбку и можно в холодильник где там не замораживая естественно можно просто в какой-нибудь темное прохладное место но одновременно мы завтра будем делать распорт можно замочить вместе с рыбой пару палочек но я имею распорки ставить брюшка что у брюшка была открыта и там лучше прокоптилась все закрываем крышечку и до завтра что ребят рыба у нас просолилась солилась она у нас с 6 вечера вот сейчас до 10 утра вот она стала более такая плотненькая думаю надо было дать больше сахара почему-то вот от сахара рыба становится более плотная она не сладкая становится именно более плотную вот значит протираем рыбу сейчас от влаги от воды я ее дам я его после засолки промыл просто холодной водой под краном смыл остатки соли этого рассола вот рыбку значит просто протираем салфеткой чтоб она была более сухая чтобы быстрее высыхала и в сушилку сетчатую на несколько часов то есть она до конца просохнет вот ну конечно она не высохнет хотя рыбу можно было бы и подсушить на солнышке где-то сутки вот а то и двое вот она была по-другому и засаливать ну что значит я уже это показывать не буду закидываю рыбу в сушилку и включимся когда я уже буду закладывать в коптильню щипа ольхи берем в меню и вот еще столько вот совершенно все сухое жиросборник нужно жиросборник завернуть фольгу чтобы потом вы не быть как я сказал рыба просушена то есть она совершенно сухенькая давайте часть покажу как правильно обвязывать рыбу для подвешивания во первых у нас будет открыто брюшко на всякий случай брюшко еще раз промакиваем потому что как бы у нас сверху обсохла шкурка а брюшко но оттуда текла вода вот нам не нужна высушенная сухая рыба это будет совершенно тогда другой вкус это будет это совершенно все иначе значит смотрите мы берем наш вот это вот шпажку зубочистку чтобы рыба была открыта ставили вставили молодец я пробил шкурку ничего страшного другое место вставим по большому счету хватит и одного раза одной шпажки но на всякий случай можно поставить еще одну где-то вот так вот вот то есть у нас шкурка не пробита все классно даже если мы сейчас веревочки будем подтягивать равно рыбка останется открытой эту шпажку вставляем для остальных рыб значит я взял бечевку обыкновенно быть бечевку около метра значит что делаем где-то вот такой вот кусочек оставляем завязываем на хвостики хорошо крепко завязываем обматываем еще раз да и с обратной стороны ну по крайней мере я так делаю это у меня будет петля для подвешивания вставляю палец и завязываю двойной узел на палец то есть вот в эту вот петлю я буду подвешивать рыбу это раз вот она и у нас обратка нитки так как я я думаю вы понимаете у нас пойдет по одной стороне то есть обратка нитки у нас придет как раз таки надо было немножко иначе все перетянул видите вот петля вот так вот осталось а обратка нитки у нас придет по обратной стороне значит смотрите откладываем где-то вот я на три пальца откладываю вот видите но смотрите вот три пальца откладываем оборачиваем рыбу и пропускаем всю нитку опять три пальца складываем оборачиваем рыбу опять три пальца и вот сейчас вот если бы у нас была голова то мы бы пропустили через рот но так как головы у нас нету то мы пропускаем вот здесь вот придерживаем пальцем пропускаем нитку под низ и ведь вот эта образующаяся петля да вот она петля мы в нее втягиваем оставшийся конец нитки ну то есть чтобы у нас получился как бы узел здесь да то есть мы вот на этой стране затягиваем узел подтягиваем держим пальцем ну и дальше точно так же его сейчас вот мы протягиваем последний кусок веревки вот в эту петлю опять же здесь мы уже завязываем узел были в принципе можно обвязать по кругу вот и с этой с этим вот кончиком завязать здесь уже вообще не важно как будет просто иногда получается иногда нет поэтому я делаю петлю а лучше две петли то есть понимаете вот здесь у нас получается узел а вот здесь вот глухая петля вот там глухая вот этот узел и узел всегда может развязаться вот лишь не обрезаем выкидываем ну собственно говоря вот так вот делаем со всеми остальными ребятами потом сюда будет одет крючок вот так вот и подвешено в коптильню ребят ну и так как у нас все-таки может сказать обучающее видео по коптильню вот для начинающих я вставлю в одну из рыбок термометром опять же скажу чтобы не коснуться кости вот я чувствую где он там идет про время копчение по термометру у меня есть отдельное видео зайдите посмотрите ну в принципе коптить я буду по своему опыту где-то в районе получаться плюс-минус но для наглядности для вас я сюда вставлю термометр цепляем крюк за веревочку и в коптильню пошли собственно говоря все закрываем как силы и на огонь и и включаем термометр и подключаем щупы 1 у нас будет это температура в самой коптильне 2 у нас будет температура в нашей рыбине которую мы повесили и одновременно я засекаю время то есть ставлю таймер ну не таймер секундомер ребят в принципе хотелось бы сказать по поводу температура вот смотрите у нас коптится уже 18 минут дым почти не идет из коптильни то есть сам весь поток уже прошел вот и по поводу температуры я бы в принципе вам рекомендовал коптить рыбу в при температуре от 90 до 105 градусов то есть вот такого размера как мы вешали скумбрию на любую рыбу такого размера не больше 105 градусов давать имеется ввиду в самом баке а в самой рыбе я буду коптить до 68 градусов вот по термометру имею ввиду ну естественно я буду коптить пол времени вот смотрите меня уже соточка набирается на 105 ну 105 106 это неважно 105 я просто перекрою поддувала и естественно меня температура снизится просто сам процесс в рыбе мы смотрите у нас 101 в рыбе уже 59 то есть пока наберется 105 в рыбе уже моры бы уже может быть готова и нередко рыба такого размера к тому времени как набралась максимальная температура рыба уже набрала свою температуру но внутри самого самой тушки рыбы то есть она уже готова вот и передерживать ее не надо и еще один момент по поводу 68 градусов вам не надо снимать рыбу как только набралось 68 градусов вот пока видите разговариваю уже 60 она стала да вам не надо 68 градусов то есть 68 набрали ждем до 69 на 69 снимаем или же нередко еще советуется допустим вот 68 набрала ну то есть наш пик по градусам набрался взяли сняли коптильню и паста оставили ее немножко остывать прямо в самой коптильни но ребят это уже нюансы каждый делает по своему усмотрению значит у меня уже сто семь градусов пошел закрывать поддувала ну что ребят рыбка у нас готова прокоптилась давайте вынимем о запах конечно супер идет так где но посмотрите какая рыбка до шкурка потрескалась полупалась но посмотрите никаких посолить никаких черных пятен мягенькая вкусненькая даем до завтра или до вечера отстояться ей собственно говоря будем пробовать ребят еще такой немаловажный момент рыба всегда коптится вниз головой подвешивается или кладется на бачок но туда разрезанным животиком если он разрезаны к низу чтобы вся жидкость стекала вот потому что в рыбе в любом случае но если это не сушеная рыба которую вы хотите обкоптить невяленая ну то есть есть моменты но в данном случае самые простые способы рыба коптится вниз головой запомните это если голова есть вниз головой если голова отрезана вниз отрезом головы если лежит то раскрытым животиком к низу значит по поводу хипы для копчения рыбы в принципе так же как и для копчения мяса самый оптимальный является ольха возьмите ольху если вы начинаете коптить не ошибется вообще никаких проблем у вас не будет не будет не горчит не кислить но так я уже начал говорить что буквально каждая рыба это может сказать отдельный подход на то есть разные рыбы отдельный подход вот не каждая рыба допустим карповые это одна щипает отдельный подход вот рисковый это другой подход морская отдельная речная отдельная то есть вот допустим какие у нас чаще всего мы можем купить рыбу или словить это скорее всего будет ну купить мы скорее всего можем скумбрию карпа налобить можем карася наловить ну карась карповым относится щуку можно окунь судак судака кстати вот я тоже коптил бы судака на ольхе вот щуку тоже на ольхе карпа допустим вот на днях я буду как коптить карпа карпа я коптил бы или на дубе или на буке ну или конечно если вы начинающий на той же ольхе чтобы не ошибиться все эту щипу вы можете спокойно пойти купить в магазинах ну не в каждом магазине есть но в принципе собрать можно вот также карпа можно коптить допустим хорошо было бы на сливе окуня наверное хорошо было бы на вишни коптить вот хотя вишня на дает темноватый цвет но если вы для вас цвет не сильно важно то на такой оттенке вкуса наверно и вишня дает для окуня для ока не хорошо было бы вишня и я вот сказал что я судака бы коптил на ольхе на ольхе или же на сливе также можно мешать допустим очень хорошо примешивается тому же карпу очень хорошо подмешать скажем к ольхе подмешать черешни такой получается интересный вкус но понимаете как это все уже можно сказать следующие ступени если вы только начинаете коптить вот опять же говорю возьмите ольху и самое самое важное ни в коем случае не замачиваем только сухое только-только сухая щепа никакого замачивания никаких гидрозатворов никакой прочей херни сухая высушиваем рыбу не высушиваем совсем чтобы она была вяленая а подсушиваем чтобы она влаги не было снаружи и только сухая щепа тогда у нас будет все классно и конечно со щепой не перебарщиваем иначе мы просто перенасытим нашу рыбу по поводу количества щепы по поводу размеров коптильные я уже и частично говорил других видео и планирующего снять про это отдельное видео мы сейчас вот уже 8 вителю в кортке сижу вот уже прохладно если успею эту сниму но даже вот стоит мой бак да больше 50 литров он или 50 литров вот уж сколько времени прошло и так вы еще не замени замерил сколько он какого на объема выворка такая вот еще советских времен вот на эту выворку хватает буквально жмень и щепы ну от силы полторы жмень и щепы вот так вот скажем вишни надо немножко меньше у нее более насыщенный аромат вот более насыщенный дым если мы скажем берем осину то там вообще осина это даже не для меня осина на сегодняшний день это сложная щепа конечно можно на всю плюнуть нахерачить как многие делают а потом говорит что ну да это нормально ведь так и должно быть черные пятна потому что о скажем заводского копчения это химия и там ее просто покрасили кисточкой и поэтому черных пятенит у а у нормальных пацанов черные пятна ребят если у вас черные пятна вы ненормальный пацан серьезного что-то нету вот но я имею в копчении если черные пятна то значит что-то не то идет поэтому надо черные пятна уменьшаем влажность и уменьшаем количество щепы если темный цвет очень темно коричневый буквально уменьшаем количество щепы ну и конечно же потом надо после копчения выветривать чему я будут более насыщенное копчение более насыщенный дым вот тем дольше надо будет выветривать так как как я мне хватает на ночь положить в холодильник на утро уже класс то можно есть по поводу тоже вот еще многие спрашивали а многие подколоть пытались выветривать надо маленькие коптильни вот этот бак уже выветривать не надо пас кубик коптильня которая у меня была обязательно выветривать потому что очень можно прогадать с количеством дыма то есть дымом продукт у нас наполняется насыщается первые где-то 10 минут пока идет прогрев коптильня конечно щипа лежит сам внизу она начинает очень рано давать дым и у нас вот еще можно совершенно сырое совершенно сырой наш продукт уже начинает насыщаться дымом вот а потом как он покрывается корочками если так вот на пальцах объяснять дым просто перестает проникать в продукт то есть для чего дальше дымить если у нас продукт мокрый то дым просто стекает с него и он не задерживается на продукте и поэтому получаются вот эти вот пятна одновременно у нас идет копоть копоть который осаживается на крышке коптильные тогда начинают придумать домики полукруги всякую херню прочую вот полусферы там всякую чушь у меня пропу плоская крышка он увидите стоит вообще никаких проблем нет ничего не капает потому что она сухая вот даже на ходу открываю коптильную если надо крышка сухая вот конечно какая-то копоть садится дым там на стенке везде садится также как на продукты но сама крышка на сухая то есть про щепу так в общих чертах я объяснил самое главное ребят сухая рыба ни в коем случае не замачиваем не перебарщиваем с количеством щепы то есть вот еды чаще всего вас будет коптильная наверное если вы купите до 50 литров ну положите туда же меню и дальше вы будете видеть если вас сильно насыщена в следующий раз уменьшите на четверть ну вот если у вас не хватает дыма то увеличить от количества продуктов от размера продуктов совершенно не влияет на количество щепы вот то есть или вы будете в этой коптильной коптить 8 куриц туда влазит я все равно туда положу жменю полторы или же я буду коптить одну рыбинку вот такого карасика все равно полторы то есть там главное насколько заполнить бак и все а сколько у вас продуктов это совершенно не влияет точнее она не имеет отношения вы вашу коптильного вот когда вы привыкнете в ней коптить на нужный размер коптильный она определенной кладете всегда определенное количество щепы это всегда одинаково вот ну что я про щепо я все объяснил если есть какие-то вопросы задавайте и опять же экспериментируйте вы допустим живя на даче вы можете нарезать себе яблони кстати знаете вот я сейчас думаю что может быть скумбрию было бы прикольно коптить и на яблони я не пробовал not просто найти вот уже со временем вырабатывается какой-то вкус дыма вы и ты понимаешь какой дым должен быть вот нарежьте себе яблони сделайте щепы не обязательно ее это распотрошить кстати вот у меня есть это вишня вот яблони есть можно просто чурбанчиков нарезать не обязательно ее делать такую пыль такие маленькие чурочки просто для таблетки из ветки брал ветку яблони таблетки нарезал такие вот по миллиметров 45 в толщину и просто закидываем в коптильню все она отлично работает если надо меньше нужно на поле мелкие фракции если надо бы крупнее на почти нигде не надо вот нарежьте вишни нарежьте черешни нарежьте вот войдите в лес ближайшие ольхи найдите можно найти обычно на берегах рек растет мы по крайней мере у нас беларуси вот орешник можно использовать можно осиный порезать попробуйте поэкспериментируйте но на осенью я говорю очень насыщенный дым и мне не особо нравится вот это вот специфически такой осиный привкус есть вот попробуйте липу вот меня липы нету хотя возле дома через дорогу растет липа надо пойти по руби так срезать и всегда делайте щепу без коры кора в любом случае это будет сажа копоть и горчение может быть может не быть но на первых порах лучше не в ней не использовать кору дано принципе на ничего не дает вот плюс у меня еще есть идея попробовать закоптить у нас продаются сейчас на рынке ветки лаврового листа по прямо лавровый лист не в пальчиках а на ветках вот попробовать на лавровом листе закоптить в принципе когда там делаешь шашлык лист падает на угли и такой приятный аромат идет приятный дым когда сгорает лавровый лист я вот думаю может попробовать закоптить на лавровом листе ладно ребят про щепу для рыбы я думаю все понятно опять повторюсь сухая не перебарщивать и экспериментировать с разными рыбами разной щепой ну и щепу можно добыть даже не покупая вы можете пойти вот просто у себя там на участке на огороде в лесу ближайшем нарезать веточек каких-нибудь значит рыбка простояла больше суток сегодня вечер следующего дня 5 часов вечера пол шестого давайте скажем отрежем вот этой вот рыбки вы видите как легко режется аромат конечно шикарный потрясающе рыбка получилось хорошо пропеклась собственно говоря вот и все коптить легко просто все это делается без проблем на этом все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставим лайки делимся этим видео все всем пока и до встречи на канале